Всем привет, друзья! Вы смотрите третью часть про злого Сайтаму, который пошел против всех. Чтобы посмотреть предыдущие две части, переходите по подсказке или просто перейдите на мой канал. Ну а прежде чем начать, хотелось бы поблагодарить Ляр Сивана за поддержку в создании данного видео и продвижению канала. Посмотрели первые две части? Что ж, с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал, мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, в предыдущих сериях. Посчитав Сайтаму угрозы всему человечеству, на него напали все герои. После того, как он разобрался со всеми, появился Бласт, герой номер один, самый сильнейший, и даже он не смог разобраться с нашим лысиком. Бласт осознал, что в этом мире не осталось никого, кто сможет остановить Сайтаму. И он решил телепордироваться в другие миры и обратиться за помощью, иначе этому миру настанет конец. Итак, Бласт, скрестив свои руки, начинает телепортироваться в другой мир. Он – наша единственная надежда. Без него все живое в этом мире погибнет. «Нужно разобраться с Сайтамой. Я готов пойти на все ради этого». Бласт начинает телепортироваться и исчезает. В это время Сайтама и Геннесс пытаются понять, куда он делся. Геннесс, куда это он опять пропал? Учитель, я не могу его найти. Он полностью исчез с моих радаров. Ну, что поделаешь. Бласт, находясь в телепорте, замечает, что его костюм поврежден из-за ударов Сайтамы. «Вот же черт! Костюм уже не выдерживает! Еще пару секунд!» «Где ты?» Бласт попал в какое-то темное помещение со странными капсулами и жидкостью. Разносится грохот, открываются двери, и оттуда выходят три незнакомца, которые выглядят очень опасно и настроенные всерьез. «Кто ты такой? И чё ты тут забыл, а?» «Ха! Вы только посмотрите на его костюм! Что это за клоун?» «Гетсу, Карин. Не стоит спешить и недооценивать его. Это убежище было запечатано лично самим господином Арачумару, а он пробрался сюда незамеченным. Точнее, мы заметили его только после того, как он очутился уже внутри. Мы пока что не знаем, на что он способен. Поэтому будьте осторожны!» «В таком случае я его проверю! Ха! Водяные пистолеты!» Суигетсу начинает атаковать Бласта, используя стихию воды. Бласт просто стоит на месте, и как только водяные пули, казалось бы, коснулись Бласта, тот просто исчезает из виду. Все трое не понимают, куда он делся. Суигетсу думает, что это, наверное, был какой-то клоун, и как только его пули коснулись его, тот исчез. Но не тут-то было. Позади Суигетсу оказался Бласт, который моментально легким ударом выбросил Суигетсу в стену, впечатав его туда. Джуга в ярости включает свой режим Берсерка и сразу атакует Бласта своим поршневым кулаком. Загремел взрыв! Все вокруг начало рушиться! Карин быстро побежала помочь Суигетсу! Дым испаряется, и Суигетсу замечает Бласта позади Джуга. Джуга, осторожно! Сзади! Жалкие букашки, вы уже достали меня. Бласт приподнимает свой кулак, чтобы ударить в Джуга со всей силой. Но в эту же секунду его руку охватывает змея, сдерживая его удар. А? Че? Это что еще за чертовщина? Змея? Змея резко откидывает Бласта подальше Джуга и остальных. Но Бласт, дернув рукой, превратил эту змею в фарш. Он заметил, что остальное тело змеи прячется за дверью. Кто? Или что ты такое? Выходи! Из-за угла выходит человек в образе змеи с длинными волосами и рукой, которая только что превратилась в огромную змею. Что? Не может этого быть. Монстр? Здесь? Их ведь не должно существовать в этом мире. Хотя я ведь не все знаю об этом мире. Мне нужно узнать от него, где находится их лидер. Сильнейший человек этого мира. Мне нужно добраться до него и отвезти его в наш мир. Пока Сайтама не перебил там всех. Вижу, ты с легкостью смог проникнуть в мое убежище и разобраться с охраной. Кто ты такой? И что за странный костюм ты нацепил на себя? Сугетси встает на ноги и в порыве ярости кричит, что он его разрежет своим мечом. На что Арачимару отвечает ему, что не стоит спешить. Ведь они должны разузнать, зачем он здесь и кто его прислал. Меня никто не прислал. Я сам направлялся в этот мир. Но не в это место. Я пришел сюда не для того, чтобы драться с вами. Мне нужна помощь. А? Че? Из другого мира? Что за бред? Сугетси, тихо. Я хочу убедиться, что ты не обманываешь нас. Я смогу это проверить, если ты не будешь дергаться. Договорились? Ладно. Так и быть. Валяй. Арачимару достает свиток и начинает применять секретную технику Яманако. Он лезет в голову Бласта и читает все его мысли. Он в шоке от увиденного. Бесконечные сражения с сильными существами. Разные вселенные и миры. И еще Сайтама, который превосходит всех их по силе. Арачимару был потрясен. Бласт, я закончил. Вижу, у тебя все получилось. Ну, и что вы решили? Я все увидел. Я тебе верил. Я проведу тебя к Наруто. Сугетси, Карин, Джуга, присмотрите за штабом. Вас поняли. Может, мы тоже пойдем с вами? Я что-то не доверяю этому типу. Нет. Сидите тут и охраняйте наше убежище. Арачимару вместе с Бластом идут к Наруто. А тот удивляется, увидев Бласт, так как на нем очень странный костюм и непонятно кто это. Арачимару, кого это ты привел? И что это за странный костюм на нем? Прозвучит очень странно, но он прибыл сюда из другого мира. А? Он типа родственник той самой Кагуи или что? Хотя выглядит он совсем по-другому. Нет, он совсем из другого мира. О, понятно. Как тебя зовут и зачем ты прибыл сюда? Меня зовут Бласт. Я пришел в этот мир за помощью. Я слышал, что в этом мире есть герой, у которого запредельная мощь. И теперь, встретившись с вами, я уверен, что это вы. А что угрожает вашему миру? Всего лишь один человек, который побил всех сильнейших существ в нашем мире. И, возможно, нам настанет конец, если вы не поможете нам в его ликвидировании. Говоришь, что он разобрался со всеми? А, ничего себе. Это он настолько сильным должен быть, чтобы целый мир не мог с ним справиться. Неожиданно в комнату заходит Саски, друг Наруто. Он спрашивает, что Арачимару и этот клон в странном костюме тут делают. Арачимару рассказывает Саске, зачем они здесь. И кто этот человек, который с ним пришел. Как ни странно, Саски поверил Арачимару. Но у него есть пару вопросов. Бласт, говоришь, как ты узнал о нашем мире? И зачем ты пришел к Наруто? Я знаю про многие миры. Я давно уже путешествую через вселенные и уничтожаю любую опасность, которая угрожает нашему миру. Но сейчас над моим миром нависла угроза, с которой я не могу справиться в одиночку. Я пришел в этот мир, чтобы вы помогли мне уничтожить эту угрозу. Арачимару, ты уверен, что ему можно доверять? Я прочел его мысли и убедился, что каждое его слово правдивое. Можете не сомневаться, их мир и вправду в опасности. Наруто, ты уверен, что ты хочешь помочь ему? Саске, если их миру угрожает опасность, я готов им помочь. Понятно. Тогда мы идем вместе. Если вы готовы, то нам нужно поторопиться. У нас мало времени. Я тоже пойду с вами. Не думаю, что я буду лишним. Если вы все готовы, мы можем сейчас же выдвигаться. Мне нужно несколько минут, чтобы уладить свои дела. Саске, отведи их на крышу и ждите меня там. Я скоро буду. Ладно. Бласт, Арачимару, идите за мной. Саске и остальные пошли на крышу, пока Наруто заканчивает свои дела. Наруто все рассказал своей правой руке Шикамару и оставил ему свой пост Хакаге, пока он отсутствует. Саске и остальные пошли на крышу, пока Наруто заканчивает свои дела. Наруто все рассказал своей правой руке Шикамару и оставил ему свой пост Хакаге, пока он отсутствует. После чего они оба поднялись на крышу к Саске и остальным. Я пришел сюда, чтобы помочь вам обсудить план против этого сильного противника. Вы ведь не знаете, как его победить? Шикамару, у меня уже есть план. Не беспокойся. Почему ты не делишься им с нами, а? Не хочу вас прерывать, но у нас нету на это времени. Возможно, Сайтама уже уничтожает мой мир. Нам нужно поторопиться. План мы можем обсудить, когда мы доберемся до моего мира. Он прав. Нам нужно поспешить. Шикамару, не волнуйся, мы разберемся с этой угрозой и сразу придем обратно. Бласт просит всех побыстрее собраться вокруг него. Он скрешивает свои кулаки и начинает телепортироваться. Пространство вокруг начинает искажаться. И вокруг них появляется портал в другой мир. Бласт просит всех приготовиться к скачку, после чего портал засасывает всех внутрь. Через мгновение они перемешаются в мир Ван Панчмана. Портал открывается и их выбрасывает в какой-то лес. Бласт встает на ноги, а остальные падают на землю, не ожидав такого. Именно про это я и говорил, когда просил приготовиться к скачку. Откуда мы могли знать, что ты имеешь в виду? Я думал, ты про начало говоришь. Меня чуть не вырвало. Все поднимаются на ноги и осматриваются. Бласт, осмотревшись, понял, что они на окраине города Зе. Где это мы? Мы уже на месте. Посмотрите, вон-то. Это город? Был. Но это не связано с нашим противником. Этот город был разрушен метеоритом. Ничего себе. Тихо. Вы это слышите? Наруто и остальные замерли на месте. И не понимают, что происходит. Берегитесь! Сверху! Сайтама летит прямо на них и бьет кулаком об землю. Так сильно, что ударная волна сбила всех с ног. Что это только что было? Будьте осторожны. Это Сайтама. Это он угроза всему миру. Сайтама выходит из большой домовой завязы серьезным лицом. О, так ты привел с собой своих дружков? Что ж, надеюсь, они будут посильнее тебя. В противном случае вас ждет та же участь, что и остальных. Что стоите? Показывайте, на что вы способны. Нападайте! Продолжение следует...